Синдром хронической усталости Вторую главу я назвал бы предысторией, предысторией диагноза, о котором я буду сегодня, в следующий раз говорить. Предыстория такова. В 1960 году мне сделали первую операцию на сердце, ребенком 7 лет. И с тех пор я длительное время вынужден был вести малоподвижный образ жизни. Он не участвовал в детских забавах и быстрых играх, футбол, баскетбол. И, скажем, уделом такого ребенка была дрессировка бабушкиных курей и чтение книг. С дрессировкой, конечно, ничего не получилось, а чтение книг явно пошло на пользу. Так сложилось, как не помню, но одним из любимых жанров стал детективный жанр. Я до сих пор помню восьмитомник Канана Дойля с рассказами о Шерлок Холмсе. Книжки я затер до белой краски. Рассказы я читал по 5-6-7 раз и знал наизусть. Очень часто я детективный метод заставлял себя, когда ребенком, пытаться понять, где же преступник, кто виноват. И не переворачивал следующую страницу, но не сделав какое-то умозаключение о том, что же дальше. Как правильно трактовать то, что было написано раньше. Этот детективный подход остался во мне на всю жизнь. Я считаю, что инфекционные болезни – это один сплошной детектив. Один и сплошной детектив. И расследование каждого конкретного отдельно взятого случая или целой группы заболеваний всегда носит такой детективный характер. Это помогло мне в Монголии, где я был с 1984 по 1988 год. Удалось установить несколько диагнозов заболеваний, которые там раньше не регистрировались. И вылечить тех больных, которые считались бесперспективными и готовили на откоммунирование назад в СССР. Но это отдельная история. И если вы захотите, это будет интересно, напишите. Я об этом расскажу дополнительно. Что же касается синдрома хронической усталости, то долгое время мне не давала покоя одна мысль. То есть, правильный ли этот диагноз, он ли этот диагноз. То есть, именно от этого ли я лечу пациентов, которые обращались ко мне. Потому что как-то так странно сложилось, что большая часть пациентов, которые обращались ко мне, скажем, в 2000-1999 году, они постепенно начали возвращаться. И мне приходилось их второй и третий раз лечить от тех якобы вирусов, которые были причиной этого заболевания. И вот тогда встал вопрос, а был ли мальчик? Вот об этом, а был ли мальчик, а был ли синдром хронической усталости? В принципе, мы поговорим во время следующей передачи. На этом на сегодня пока все. Будьте здоровы, не болейте, а заболевы лечитесь, правильно выздоравливайте. До встречи через неделю. Продолжение следует...